доброго времени суток дорогие друзья я оксана андреева приветствую вас на канале сангейц киев на канале сангейц университет сегодня вся америка отмечает день благодарения я поздравляю вас с этим праздником желаю мира вашему дому счастья радости всего самого светлого к сожалению наш сегодняшний онлайн-стрим в которой был все метра по лос-анджелесу мы нам пришлось удалить потому что по техническим причинам у меня в доме вырубился интернет передачи не получилось и даже когда я пыталась зайти по телефону не было звука я не знаю но даже если вдруг в доме сегодня сейчас вырубится свет то я надеюсь что все одно я запишу передачу ее выложу вам сегодняшний день и сегодняшний эфир по предложению риты мы проведем с темой благодарности вы знаете вначале я планировала совершенно другую с вами беседу о практиках но затем я подумала действительно в такой день в день благодарения почему не поговорить о такой удивительной эмоции как благодарность у нас на канале люди конечно просветленные знающиеся осознанные и могут говорить о благодарности часами и понимать может быть даже глубину этого вопроса в метафизическом плане в эзотерическом намного глубже но сегодня я хочу с вами поговорить и рассказать о информацию которая собрала для вас именно с научной точки зрения как благодарность влияет на наше позитивное мышление как благодарность влияет на наш психо эмоциональный и физиологическое психо эмоциональное состояние и наше физическое тело до удивительные такие моменты мы вкратце сегодня на них остановимся конечно же благодарность и знают что это такое есть словарях определение чувство признательности и так далее но каждого одно свое и во время вот прямого эфира мы с ритой обсуждали этот вопрос и действительно слушатели и наши друзья сказали нам о том как они чувствуют бога именно что для них эмоция благодарности вот я хочу чтобы вы немножко так призадумали что для вас именно благодарность как вы ее чувствуете и где она у вас живет в каком участке тела исторически исторически конечно же к благодарности и о благодарности задумывались и говорили многие на сатичных времен мы знаем высказывание и синейки и аристотеля и шаманы приходили тоже к изучению благодарности потому что они понимали как или же они увидели как благодарность влияет именно на человека на канале сангейский я выкладывала практику хуапанапона это практика полинезийских кахунов целители и в которой эти удивительные четыре фразы как они работают с нашим телом да и с нашим подсознанием и там одна из фраз есть я благодарю тебя конечно же многие язычники то же самое приходили к практикам благодарности ну а уже если коснуться изучением религий то все религии которые существуют на земле да во всех религиозных священных книгах есть слова о благодарности да и все в принципе молитвы содержат слова благодарности всевышнему родителям и всему самому земному что есть на земле и естественно высшим каким-то аспектом посмотрите вот в любой религии в какой-либо то ли это иудаизм то ли это христианство то ли это ислам да то ли это буддизм хотя буддизм это религиозное учение во всех священных книгах содержится слова о благодарности и я думаю что это неспроста конечно мы знаем что благодарность это очень высоковибрационное чувство и она влияет на нас позитивно и неудивительно что последние 50 лет ведущие психологи психиатры социальные психологи социологи нейрофизиологи стали изучать феномен благодарности мало того я вам хочу сказать что в калифорнии в университете города дэвис профессор психологии роберт эмонс изучает очень глубоко феномен благодарности как влияет благодарность на психоэмоциональное состояние человека и на его здоровье написано очень книг много по этому поводу и скажем так резюмируя все вот эти работы которые были проведены в последние 50 лет какие-то знаете определенные этапы и выводы можно сделать вот я с ними с вами и поделюсь с удовольствием ну давайте остановимся вначале на социологических аспектах потому что социальные психологи и социологи изучая феномен благодарности и людей которые практикуют именно благодарность они заметили следующий факт ну во первых что люди которые религиозные они применяют практику благодарности каждый день своих молитвах и стали изучать общество в которых допустим религиозный аспект очень высок процентном соотношении и они заметили что общество в котором практикует благодарность постоянно регулярно улучшается социальное благополучие становятся крепче взаимоотношения между людьми но это и объяснимо потому что если они заметили что если мы выражаем благодарность кому-либо даты с них с этим человеком у нас возникает определенная взаимосвязь и мало того нам хочется потом и в дальнейшем дело для этого человека приятное но и этот человек услышав слова благодарности от нас он хочет ответить взаимностью то ли опять снова какими-то поступками да то ли какими-то положительными эмоциями и вот эти взаимоотношения между людьми они состоят такую знаете крепкую связь и и тем самым возникает социальная гармония увеличивается случае процент волонтеров волонтеры вы знаете это которая дает свое время на благо общества безвозмездно или же финансы безвозмездно все на благо в этом обществе снижается уровень насилия и преступности а также отмечается рост бережного отношения к окружающей среде к природе поэтому сейчас во многих скажем университетах проводятся специальные такие исследования социальные и призывают студентов применять именно практике благодарности в повседневно в своей жизни как же влияет на психоэмоциональное здоровье это заметили здесь и на своих работах и психологи и психиатры и отмечают что люди которые постоянно регулярно практикуют благодарность у них повышается уровень счастья до 25 процентов эти работы были проведены в гарварде также увеличивается самооценка также мы стоим более скажем выносливые к стрессу снижается уровень панических атак снижается уровень тревожности и тревоги усиливается увеличивается качество нашего сна такое позитивное настроение появляется то есть в любом случае в любом случае это все постивные такие эмоциональные скажем улучшение они конечно же влияют и на физическое здоровье но нейрофизиологи также специалисты которые изучают мозг они заметили исследуя людей которые практикуют практику благодарности каждый день они заметили что идет определенное возбуждение участков мозга которые отвечают за эмпатию и заметили что нормализуется уровень гормонов снижается уровень кортизола это гормона стресса снижается уровень болевых порогов и вообще боли в нашем теле снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний в частности такого заболевания как сердечная недостаточность снижается воспалительные процессы в физическом теле и повышается иммунитет то есть удивительные такие вещи происходят да если мы практикуем благодарность вот я вам сейчас скажу интересную еще вещь которую я вот готовить к сегодняшней с вами беседе для себя подметила но вот действительно что такое сказать допустим спасибо мы говорим спасибо да мы говорим благодарю вроде бы это это чувство выражающая признательность но вот действительно почувствуете какая разница когда вы говорите спасибо и когда я говорю когда мы говорим благодарю вот есть разница какая-то в теле или нет напишите пожалуйста в комментариях что вы думаете и что вы чувствуете по этому поводу конечно же еще буду сказал что у нас нет никакой иной цели в жизни кроме радости и благодарности это очень трудно иногда принять эти слова потому что в настоящее время очень сложно человеку находиться в радости и в благодарности в этих чувствах по разных на то причина и поэтому такой посыл мой к вам чтобы вы пронаблюдали вот за своим телом когда вы будете говорить слово благодарю и когда вы будете практиковать благодарность и как же это сделать давайте остановимся на этих моментах на самом деле это не так уж и просто для некоторых особенно мы если находимся в угнетенном и депрессивном таком состоянии что же советует нам не допустим что нам советуют психологи и психиатры как практиковать благодарность лучший способ конечно же это молитва если вы верующий человек но если вы не верующий человек атеист да или же верите в абсолюта вселенную не имеет значения то в данном случае тогда хорошо обращаться к практикам одну из которых я дам вам сегодня можно практике мысленно придумывать себе самим главное настрой главное идти к своей цели и от души найти предмет для благодарности для этого советует завести дневник благодарности благодаря одной из психологов саре бред нах которая написала впервые несколько десятилетий назад о дневнике благодарности сейчас эту технику используют очень многие психологи я не расслышала и от разных профессоров психологии от психиатров это действительно техника которая имеет положительный результат вы каждый день где-то от 3 до 5 записи должны делать благодарность кому-то или чему-то не имеет значения поначалу некоторые люди задумаются если в моей жизни ничего хорошего не происходит почему я должна или должен кого-то или что-то благодарить вы знаете один раз садгуру это один из духовных учителей сказал что когда я просыпаюсь и открываю глаза я счастлив и я благодарен что я могу видеть окружающими я благодарен тому что я сегодня проснулся будет новый день и что я снова увижу или услышу или узнаю что-то интересное я получу какой-то урок своей жизни а если еще рядом со мной близкие мне люди я счастлив вот удивительно иногда простые слова они имеют какой-то необыкновенный эффект на нас действительно как можно допустим быть несчастливым человеком если мы просто живем да иногда мы живем как говорится в горе несчастье и в тревоге но оглянитесь вокруг посмотрите мы на маленьких детей как им свойственно радость простым вещам да просто потому что мама рядом просто потому что упала снежинка на нос или на язык и она холодная просто потому что мы видели какой-то цветок услышали пение птиц и все эти радостные моменты мы иногда не замечаем за скоростью нашей жизни и вот когда мы включаем благодарность за цветку за его аромат когда мы приносим благодарность нашему солнце который нас греет и благодаря которому мы видим все в таких ярких красках и это мы записываем мы это осознаем и мы начинаем практиковать именно благодарность и таким образом тренировать свое позитивное мышление так вот в этом дневнике я вам советую в обязательном порядке от трех до пяти благодарности день записывать сейчас я хочу вам подать одну из практик благодарности которая пришла мне несколько буквально дней назад многие из вас спрашивают откуда вообще я беру эти практики затем раньше когда я только начинала практиковать я очень часто слушала практики других учителей на интернете просто на ю тубе я искала вы знаете созвучность голоса которая мне было приятно и слушала иногда я даже не слышала слова а просто шла по какому-то течению непонятному мне то есть было в потоке и сейчас когда я провожу небольшие практики для себя для своих клиентов а теперь делюсь с вами они мне не записаны нет никакого сценария я просто стараюсь стараюсь взаимодействовать с вами я стараюсь понять где-то внутри что хотите услышать или что дать вам в данный момент и и поэтому давайте с вами начнем я немножко вас подгрузила своим восприятием я передала вам немного свою энергию сейчас я попрошу чтобы мы находили свете творца и кто по желанию примет его хорошо кто не хочет не нужно у нас есть на то свобода воли изъявления до занимайте удобную позу для вас начинаем с вами дышать и сейчас настроились поэтому займет это несколько времени начинаем спокойно дышать в любом для вас удобном режиме дыхания лучше всего заземлиться чтобы почувствовать энергию земли вы можете использовать технику дыхания которая дала вам я можете использовать любую другую технику я хочу чтобы вы сейчас подключились ко мне кого есть на то желание я хочу чтобы сейчас вы просто почувствовали свое тело расслаблено ли она продолжаем дышать почувствуйте что в теле да я произношу слово благодарю тебя я благодарю тебя за то что ты просто есть я благодарю тебя за то что ты есть на этой земле за то что ты живешь теперь со мной в одно время здесь и сейчас за то что ты раскрашиваешь такими удивительными красками мою жизнь я благодарю тебя теперь я хочу чтобы каждый из вас стал тем самым маленьким ребенком который только что открыл глазки и увидел этот свет который первый раз увидел глаза своей мамы которые смотрят на тебя сейчас такой любовью и нежностью которые обволакивают тебя своей заботой и и благодарят тебя за то что ты появился в ее жизни поблагодарите за это свою маму поблагодарите ее за то что как вам уютно и тепло рядом с ней за то что нектар который дала вам она сладкий и теплый зарастил вас поблагодарите ее за это теперь вы маленький малыш который делает свои первые шаги ступая на дорогу своей жизни они не уверены и вот-вот вы чуть не падаете но здесь вас подхватывают крепкие но нежные руки отца которые вас удерживают от падения и поднимают вверх и вы словно птица летите вам весело и радостно и вы чувствуете его нежные крепкие руки поблагодарите его за это теперь вы начинаете идти по своей дороге она прямая иногда извилистая посмотрите на нее где она проходит какая она вы идете по ней легко и просто и вы видите себя уже ребенком который играет с другими детьми вы проходите свои уроки поблагодарите своих друзей которые есть были и будут в вашей жизни которые окрашивают вашу жизнь такими удивительными красками которые учат вас чему-то и вот вы уже ученик в школе за партой посмотрите на всех своих и вспомните всех своих учителей которые были есть и будут поблагодарите их за то что они дают направление вас в вашей жизни за то что они обучают вас как учиться ибо учимся только мы сами поблагодарите своих учителей и вот вы идете дальше по своей дороге встречая большое количество людей все не учат нас чему-то некоторых учим мы но без их участие наша жизнь была бы очень пресной она бы не была такой вкусной да иногда она горькая иногда соленая от слез но все одно мы больше запоминаем сладкие моменты нашей жизни наше общение с людьми поблагодарите их за это сейчас мы идем по дороге с вами каждый по своей оглянитесь вокруг где она проходит в какой точке земли холмистая ли она или ровная а может быть это поверхность воды может быть это высокие горы я не знаю я хочу чтобы вы на секунду просто не останавливаясь но немножко приостановились и посмотрели назад на дорогу которую вы прошли и поблагодарили себя за это но это было лишь мгновение и теперь мы идем вперед потому что прошлого и будущего нет а есть только сейчас и каждый шаг который вы делаете навстречу будущему это все равно здесь и сейчас это удивительное мгновение поблагодарите себя за это сейчас я хочу чтобы вы представили птицей а может быть ангелом у кого широкие крепкие крылья у вас за спиной и вы поднимаетесь над землей вы парите в небе и посмотрев на свою дорогу вы теперь ее видите более ясно и более четко поблагодарите свои крылья которые поднимают вас в берег своей мечте в небе к радости к счастью и пусть ваше сердце наполнится словами благодарности ко всему что вокруг к нашей прекрасной удивительной земле к нашей планете к нашему солнцу которое освещает нас делает наш путь более ясным ясным поблагодарите ветер благодаря которому вы можете парить поблагодарите воду поблагодаря ей мы живем я хочу чтобы вы побыли в этом состоянии парения еще несколько секунд и плавно опустились на свою дорогу и посмотрели вперед нам предстоит долгий путь я желаю чтобы он был интересен для вас чтобы вы получали новые уроки я хочу чтобы вы наедине со своим телом побыли еще несколько минут почувствовали как вам у меня сейчас это трепетание такое приятное трепетание в теле я переполняюсь эмоциями приятными эмоциями мне даже сложно говорить при этом я вам хочу передать эти эмоции эмоции любви радости счастья и благодарности давайте будем благодарны друг другу Всевышнему всему живому неживому на нашей земле можете возвращаться потихоньку я буду радостью ждать нетерпением ваших комментариев я благодарю вас от чистого сердца за то что вы были со мной и до новых встреч дорогие друзья я